Все чаще стал видеть новичков на своих трансляциях, кстати, если не подписан, можешь подписаться и приходить на мои трансляции И очень часто в чате вижу один и тот же вопрос по квиккастам, мгновенные касты, что это такое, для чего они нужны И хотелось бы сделать небольшое видео с пояснениями, все-таки для чего они нужны и имеет ли смысл их использовать Хе-хе, бать Сразу говорю, если я их не использую, потому что уже, сколько, уже шестой год, если я не ошибаюсь, я играю в Смайн без них И мне просто-напросто банально трудно перестроиться, ну, возможно, когда-нибудь я этим тоже займусь Итак, сначала немножко ликбеза, что же такое квиккаст Суть функции квиккаста, то есть мгновенного мотивации, заключается в том, чтобы использовать способность, не подтверждая ее нажатием другой кнопки То есть на примере вулкана я вам сейчас все покажу, а вы уже, я думаю, суть поймете Забавный момент, что в Смайте функция разделена на три вида В отличие от других игр, таких как Дота, насколько я знаю, потому что в Доте есть либо обычный каст, либо быстрый каст В Смайте же есть несколько таких видов, сейчас мы на них посмотрим Хе-хе, бай Смотрите, на самом деле их можно включить, те самые квиккасты, в настройках абсолютно для всех способностей, для всех богов То есть в управлении вы выбираете вот здесь обычное, мгновенное, быстрое Мы пока оставляем обычное, чтобы я вам мог объяснить Итак, меняется квиккасты и выставляются на каждую способность отдельно на каждом боге Если вы это делаете не через настройки Делается это при нажатии на кнопку K или L русская Появляется у нас список наших способностей и тут есть тип применения Собственно, по умолчанию это тот, который выбран в настройках, общий Либо мы уже сами выбираем для каждой обилки, какой использовать тип применения Итак, смотрите, в отличие от доты, есть обычное, быстрое и мгновенное применение Хотелось бы рассказать по каждому и объяснить, для чего они все-таки нужны По умолчанию, ну то есть у нас обычный тип применения Смотрим на нашу единичку Единичка показывает нам радиус билки, куда она будет, собственно, дамажить, да? Чтобы нам ее использовать, нам нужно нажать единичку Появляется у нас такая линейка И далее мы должны будем нажать LKM То есть левую кнопку мыши, чтобы подтвердить наше намерение, так сказать, нанести урон Мы нажимаем, мы наносим урон Также с остальными двойка Мы нажимаем турельку, видим радиус турельки Мы можем двигаться в этот момент беспроблемно, так сказать И выставляем туда, куда нам нужно, да? Также тройка, также ультимативная способность Это при типе применения обычное Далее тип применения быстрый На самом деле для меня, мне кажется, самый интересный тип применения Сейчас посмотрим, как работает и он А тут нам не требуется подтверждение левой кнопкой мыши Но при этом, зажав кнопку, мы также будем видеть радиус Мы будем передвигаться, крайне неудобно, потому что, ну, один палец будет лежать на кнопке нашей способности Вот, и когда мы отпускаем кнопку способности То есть я отпускаю единичку Наша способность используется Также с турелькой мы нажали, мы держим, мы видим радиус Мы отпустили, турелька встала Это обычное, то есть тип применения обычный Мы поняли, быстрая мы тоже поняли Теперь мгновенная Вот мгновенная, мне кажется, не самый удобный способ применения Почему? Объясняю При мгновенном использовании мы не будем видеть радиус нашей способности И при нажатии на кнопку она будет срабатывать моментально Это трудно Для чего это нужно? Нужно это только тогда, когда вы очень много времени наиграете на определенном персонаже Вы его понимаете, вы знаете его способности, рейндж его атаки То, ну, позволительно То есть вы можете выстоять мгновенный тип применения способности Если вы понимаете, максимально понимаете, куда полетит ваша способность А для чего это все нужно? Нужно это для того, чтобы сэкономить время и быть более эффективным в бою То есть нам не требуется подтверждение способности Соответственно, мы на несколько, там, доль секунд условных быстрее врага Значит мы эффективнее То есть я считаю то, что мгновенные касты выставлять на каждую способность не нужно Есть такие способности, как, допустим, почему я взял вулкана Его ультимативная способность При мгновенном касте мы не видим, куда полетит ульт То есть у нас нет ни линейки, нет ни области, ничего Все будет зависеть от того, где находится наша мышка То есть для вулкана, допустим, предпочтительней было бы быстрое использование способности Чтобы мы могли нажать кнопку, подержать, увидеть радиус, отпустить кнопку и кинуть А на способности типа тройки хель, допустим, где мы знаем то, что радиус большой Нам не требуется знать эту область Мы можем ставить мгновенный каст А для всех же остальных, чтобы научиться действовать быстрее, чем твой враг Я считаю то, что быстрый каст вполне себе, ну, забавная штука на самом деле То есть при мгновенном мы не видим область Но если при быстром мы нажмем кнопку, задержим ее, мы будем уже видеть область Но перемещаться нам будет не так удобно, как при обычном касте Еще самое забавное, что при обычном касте и быстром касте мы можем способность отменить Мы зажимаем кнопку, мы видим область И если нам нет нужны сейчас стрелять, мы нажимаем правую кнопку мыши и скилл отменяется При мгновенном касте мы не можем отменить способность Поэтому мгновенный каст это на самом деле очень штука такая специфическая, подходит не для каждой способности, не для каждого бога, то есть юзать ее нужно в определенных случаях, допустим, как я уже приводил пример, это тройка Хель, там где она хилит, там где она наносит урон, там радиус большой, двигать прицелом, ну то есть областью способности мы на тройке не можем, она бьет вокруг нас, ну и собственно, какой смысл ее подтверждать, правильно? Так же как Хил Чака, допустим, зачем нам использовать Хил Чака с подтверждением, какой в этом смысл? Мы же можем просто нажать одну цифру и способность сработать мгновенно, что подарит нам несколько доль секунд, а выигрышных по сравнению с соперником, который, если играет на обычных кастах, должен будет подтверждать эту способность. Такое короткое видео у меня получилось, поэтому если видео было для тебя полезным, ставь лайк, если бесполезным, поставь дизлайк, если я что-то упустил, ты можешь написать это в комментарии, ну а в целом, спасибо за просмотр, подписывайся на канал, я буду тебя тут ждать в комментариях и, естественно, приходи на мои трансляции. Субтитры сделал DimaTorzok